Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Дорогие братья и сестры, подписываясь на канал Ислам ТВ, не забудьте нажать на колокольчик. Наша цель не количество людей, а качество людей, которые будут получать сообщения о новых видео. Давайте используем наш разум, чтобы подумать. Много мудрости подразумевается в создании комаров, а именно, Всевышний Аллах создал человека и Вселенную, чтобы они служили Ему. А все животные и насекомые, которых Аллах сотворил на благо человека, являются частью этой Вселенной. Сам Аллах в Коране говорит, смысловой перевод, «Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле». Сураль Бакара, аят 29. Так почему же ученые обеспокоены исчезновением комаров? Что это значит? Исчезнет маленькая речная рыба. Комары плодятся в стоячих теплых водоемах, личинками питаются некоторые виды мелких рыб. Например, платва, форель и гамбузия, ну и так далее. Рыбам придется приспосабливаться к новой, менее доступной пище. Многие не смогут этого сделать и, скорее всего, погибнут. Вы больше не сможете есть шоколад. Часть растений исчезнет навсегда, в том числе и какао-бобы. Ведь самцы комаров, питаясь нектаром, опыляют их. Также численность растений уменьшится из-за того, что погибшие личинки комаров перестанут удобрять почву. Птицам придется трудно. Комары являются пищей для многих птиц. Без них им будет очень трудно прокормить свое потомство. Водоемы станут грязнее. Личинки комаров способны фильтровать воду. Считается, что за один час одна особь может пропустить через себя около литра воды. Представьте, какое число получится, если сложить всех личинок на планете. Питаются они разлагающими водорослями, тем самым опять же поддерживая чистоту. То есть на планете чистой воды будет не везде. А вот люди станут меньше болеть и умирать, а производители средств от комаров разорятся. 25 миллионов человек вздохнут спокойно. Ведь именно столько заболевает от малярии, желтые лихорадки, лихорадки деньги и других болезней, передающихся комарами. А смертность от малярии составляет полмиллиона человек в год. Без комаров не будет ни 25 миллионов заразившихся, ни полмиллиона умерших. Все это в лучшем случае. А ведь может быть и хуже. Аллах знает лучшее. Во-вторых, давайте посмотрим на реальные доказательства, которые уже окружают нас. На самом деле, в основном мешают комары, когда мы крепко спим. Однако, когда человек хочет хорошо выспаться ночью без комаров, он использует один из препаратов, чтобы убить комаров или, по крайней мере, просто их усыпить, чтобы они не мешали. В-третьих, научить людей не быть надменными. По сути, люди – самые совершенные существа среди всех, которые существуют на земле. И самым ценным человеческим совершенством является его разум, который должен думать. Однако, все совершенство, которое Бог дал людям, не дает ему гордости. Потому что оказывается, что независимо от того, насколько сильным является человек, ничто не сравнится с этим маленьким творением Бога, которое некоторые люди, мягко говоря, считают подлым существом. Например, один укус комара желто-лихорадочный или кусака желто-лихорадочный может вызвать у человека, пострадавшего от укуса, лихорадку Денге и должен быть немедленно госпитализирован. И еще одна причина, почему Бог создал комаров. Создание комаров превратилось в экономическую деятельность. Тысячи людей или даже миллионы людей живут от создания комаров. Поскольку комары являются существами, которые переносят болезни, конечно, люди не хотят быть укушенными и зараженными. Поэтому люди ищут то, что может заставить их уйти от нас. Затем пришла идея людей сделать препарат от комаров, такие как москитная катушка, лосьон, крема и так далее. Кроме того, производителям, безусловно, нужно большое количество сотрудников. Тем самым, не каждый, но есть те, кто благодаря этому зарабатывает на пропитание своей семьи. И в заключении хочу сказать. В конце концов, мы поняли, что комары, которые, как мы думали, были созданы только для того, чтобы принести неудобства в нашу жизнь, оказались способны построить человеческую экономику. Такова в наши дни одна из мудрости Всевышнего в создании комаров, которые могут нас прокормить и создать рабочие места. Ведь это не комары, которые создают рабочие места, а делают это люди. Но это все еще комары, которые являются причиной новых рабочих мест. А Аллах знает лучше. Вы все еще сомневаетесь в творении Всевышнего? Альхамдулилях, я довел до тебя эти хадисы, и тебе было суждено дослушать их до конца. Иншаллах, получим все от этого пользу. Пишите свое мнение об этом, а кто знал, тот ставит лайк. И, возможно, об этом узнают еще больше людей. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. До новых встреч! Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуху.